Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я поделюсь личным опытом получения ВНЖ в Турции в 2022 году. Подскажу вам, как можно оформить ВНЖ самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних лиц, которым иногда приходится платить. Года два назад, по-моему, 250 лир стоило. В гугле вы запрашиваете английским буквами Е и Комет. Как раз вы видите сейчас веб-сайт. Открываете его, выходит вот эта белая страничка. Вы можете нажать сразу, внизу есть линк, нажимаете на него. Переходите самый вниз и там будет написано «Иностранцы, часто задаваемые вопросы». Можете прочитать, ознакомиться заранее. Вот как раз вы видите вот эту страничку. Там все расписано. Какие документы вам необходимы, сколько вам придется платить и так далее и так подобное, если вы получаете, например, семейную ВНЖ. На этом сайте, на самом верху, с правой стороны, вы увидите, какие языки. Там есть турецкий, английский, русский и так далее. Если вы только приехали в Турцию, значит, вам надо получить, в первую очередь, турецкую сим-карту. Вы ее приобретаете. По-моему, 180 лир сейчас стоит. Вы можете пользоваться своим телефоном. Он где-то месяца три, а может быть и шесть будет работать. А так, чтобы не тратиться, так как турецкие телефоны, я имею в виду, телефоны, которые продаются в Турции, стоят довольно-таки дорого. Мы брали Samsung, а 51 в прошлом году заплатили 500 долларов. Лучше всего купить маленький телефон. Кнопочно он дешевый. Если вам постоянно нужен будет в городе интернет, можете купить модем и пользоваться своим, я имею в виду, российским телефоном, или же вы живете в другой стране, то есть с вашим телефоном. В Турции он не будет работать долго. Полгода от силы. Придете к нотариусу с помощью переводчика, который установлен на вашем смартфоне, зададите вопрос, дайте, пожалуйста, телефон переводчика русского языка. Вам дадут телефон, на бумажечке напишут. Позвоните, переводчик вам скажет свой прескурант. Месяц назад я уточнял, 150 лир было в нашем городе. Имею в виду, одна страница перевода. Переводчик переведет паспорт и все необходимые вам документы. Свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, если вы в браке состоите, справка о получении пенсии. Но если вы молодой, вообще в России лучше всего получить еще свидетельство о несудимости. Но переводить его сразу же не надо в Турции. Могут у вас попросить, а могут и нет. А если вы уже преклонного возраста, то справку о несудимости не спрашивают. Так как все равно вам придется открывать счет банки, значит, вы должны пойти в налоговый орган. Называется «Вергия Дарасы». Там буквально за пять минут вам дадут налоговый номер. Просто на листочке напишут и все. Некоторые банки сразу же открывают счет. То есть вам необязательно иметь и комет. Я советую выбрать «Зиратбанк». Это сельскохозяйственный банк. Он государственный, можно сказать. Существует уже более ста лет. В России, в Москве, по-моему, в Казани также есть филиал «Зиратбанка». Если вы будете менять валюту, иногда в Кувейт-Туркбанке курс намного лучше. В миграционной службе вас могут попросить предъявить доходы. Какой доход у вас должен быть? Вот, к примеру, мы получали семейную визу на трех человек. Супруга и нашему ребенку где-то два года. На одного члена семьи необходима одна треть минимальной заработной платы в Турции. В этом году минимальная заработная плата составляет 4250 турецких лир. Или же 320 долларов. Я беру курс покупки доллара. И самый минимальный – 13 лир, 30 куруш. Значит, 110 долларов получается в месяц на одного члена семьи. Но не меньше минимальной заработной платы в Турции. То есть, все равно у вас должно быть, если два человека, как я понял, все равно у вас должно быть 320 долларов выходить в месяц. Если у вас будут лежать деньги в банке, проблем нет, берете справочку, ну, перед тем, как идти в иммиграционную службу, прикрепляете ее к вашим документам. Думаю, что каждому иностранцу необходимо иметь депозит в банке. Это типы вашего запасного парашюта. Если что-либо случится, вы всегда можете воспользоваться. Также перед началом оформления формы для получения ВНЖ вы должны сфотографироваться на Экомет. Зайдите в фотографию, спросите он, делает ли фотографии для получения Экомета. Если да, он вам сделает фотографии. И попросите сразу, чтобы он вам выслал на e-mail. Дайте ему свой e-mail, он вам вышлет, чтобы потом вы могли загрузить на ваш компьютер, ноутбук и так далее. Посмотрите в вашем городе страховую компанию. Не надо спрашивать кого-то, кто-то, где-то там делал и так далее, и там подобное. Что надо выяснить, когда вы пойдете в страховую компанию? Первый вопрос. Делают ли они страховку для получения Экомета? Вы это все можете написать, я говорю на переводчике, показать им, если они скажут «да», все. Следующий вопрос. Какой госпиталь они обслуживают? То есть, страховку может стоить дешево, а эта страховая компания не будет обслуживать тот госпиталь, который бы вам хотелось. Ну, к примеру, самый дешевый госпиталь – это государственный. Они вам на листочке пускай напишут, а вы всегда потом можете прочитать, потому что на слух вам, может быть, сложно будет понять. Если страховая компания обслуживает еще частный госпиталь какой-то, а в городе иногда бывает два, а три частных госпиталя и более, вы заранее с помощью интернета узнаете ревью, то есть, какое мнение о том или ином госпитале населения. И выбираете госпиталь, который пользуется авторитетом. Ну, если все пользуются одинаково, у всех одинаковые звезды, одинаковые отзывы, выбирайте тот, который ближе расположен к вашему дому. И вот, найдя страховую компанию, которая обязательно должна обслуживать городской госпиталь, то есть, государственный госпиталь, я имею в виду, вы страхуетесь, потому что в государственном госпитале все-таки расценки намного дешевле, чем в частном. Я вам приведу пример. В декабре 2020 года супругу прихватило, вызвали скорую, приехала скорая и говорит, куда везти, в государственное или же в частное. Мы, естественно, говорим частный, потому что коронавирус в это время бушевал. Наша страховка не покрывала этот частный госпиталь. Ну, все равно предпочли все-таки частный госпиталь. За операцию с нас запросили 1400 долларов примерно. Делали операцию методом эндоскопии. был острый аппендицит супруги. Так, три ночи, по-моему, в палате пролежали. Первую ночь, как раз мы ночью приехали. Операцию делали утром где-то в 10, в 11, по-моему, где-то так. Сколько денег пришлось заплатить за ЭКОМЕД вот нам? Мы брали ЭКОМЕД, то есть ВНЖ, на два года. У меня российский паспорт я заплатил 582 лиры или же 44 доллара. За саму карточку 160 лир или же 12 долларов. Чтобы вы понимали, как Турция относится к российским гражданам, я вам приведу пример, сколько пришлось нам заплатить за мою супругу. Она гражданка Филиппин. За два года я заплатил 1325 турецких лир или же практически 100 долларов. То есть за себя я заплатил 44 доллара, а за супругу 100 долларов. За два года. Карточка одинаковая 160 лир, то есть 12 долларов. Нашему сыну два года, он тоже гражданин Филиппин, за него я заплатил 663 лиры или же 50 долларов. Несовершеннолетним и гражданам, которым 65 лет и более, не надо получать страховку, нет такого обязательства, поэтому мы страховку не получали. А моей супруге 28, сейчас 29 пошел, за два года я заплатил 1153 турецких лиры или же 87 долларов. Если вы старше, например, там, 50 и более, там, ближе к 60, ну, рассчитывайте на 200 лир. Я извиняюсь, 200 долларов на два года. Это ориентировочно, я вам говорю, с учетом того, что вот супруге 28, 29 лет. На рандеву вы обязательно должны принести все документы с оригиналами, где у вас апостоли и так далее и там подобное. Все будут проверять, вот мы уже четвертый раз получаем, у нас четвертый раз все проверяют. Наша иммиграционная служба находится в Айдыне, мы туда ездили, моего города, я живу на зеле, даже не в самом городе, а пригороде, можно доехать на электричке за 45 минут, билет стоит всего 8 лир, по-моему 43 километра от нас до Айдына. Электричка комфортабельная, со всеми удобствами, практически мы можем доехать до любого крупного города, до Измир 3 часа идет электричка. Все, до свидания, счастливо, всего хорошего.